В Гродно произошла авария с участием BMW X5 последнего поколения. В результате ДТП пострадали два человека. Убийство из-за ревности. В областном центре мужчина до смерти избил знакомого. В отношении жителей Березовки возбуждено уголовное дело. Предприимчивый водитель за пять месяцев присвоил более 2,5 тысяч литров бензина. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас в эфире выпуск криминальных новостей на телеканале Гродно+. Меня зовут Анна Соловей. Здравствуйте. 18 апреля в Гродно произошла авария на выезде из кольца у роддома в сторону Дубко. В 17.10 BMW X5 последнего поколения врезался в осветительную опору недалеко от пешеходного перехода. Он выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в занос и ударился в осветительную опору. После дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась двум пассажирам. В последующем они были госпитализированы с различными переломами. Со слов водителя, в какой-то момент дорогу стала перебегать собака. Однако так ли это и были ли пассажиры пересекнуты ремнями безопасности, будут установлены в ходе проверки. В результате аварии внедорожник получил серьезные технические повреждения, разбит бампер, фара, крыло и крышка капота. На прошлой неделе гродницкие пограничники пресекли сразу три попытки нарушения государственной границы. Первое происшествие случилось 13 апреля неподалеку от белорусско-польской границы, в нескольких метрах от пункта пропуска Брузги. Наряд пограничников задержал мужчину, когда тот пытался залезть в водоотводную трубу. Мужчина представился гражданином Янмы, однако пограничники выяснили, что он пакистанец. Иностранный гражданин рассказал, что скрывается от преследования в родной стране. Два года он пытался получить визу в одной из государств Евросоюза, но безуспешно, поэтому пришлось прибегнуть к нарушению. В этот же день 37-летний гражданин Сирии, 40-летняя жительница Египта с двумя детьми, попытались незаконно попасть на территорию Литвы. После задержания мужчина попробовал подкупить пограничника. Еще один случай нарушения произошел уже у пограничного поста в Лиде. Там задержали 35-летнего уроженца Витебска. Мужчина хотел попасть в Литву, чтобы избежать уголовного преследования в Беларуси. Все задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о государственной границе. Кроме того, в отношении гражданина Сирии за дачу взятки возбуждено уголовное дело. С разницей в несколько часов 16 апреля в областном центре горели две машины. Сообщение о первом пожаре пришло на пульт спасателям около часа ночи. На неохраняемой автостоянке по улице Лиможа загорелся легковой автомобиль Mazda 323, 95-го года выпуска. Впоследствии происшествия у автомобиля повреждена панель приборов. Предполагаемая версия причины возгорания – короткое замыкание проводки автомобиля. В этот же день, но уже в районе 8 часов утра, в службу МЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля ВАЗ по улице Комарова. В результате возгорания повреждены моторный отсек и капот транспортного средства. Предполагаемая версия происшествия – также короткое замыкание проводки, но уже в моторном отсеке автомобиля. В Лиде возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Двое мужчин, жителей районного центра, требовали у знакомого 35-летнего литчанина 1000 белорусских рублей, но успеха в этом не добились. И уже в южном городке с применением насилия, не опасного для жизни, требовали у молодого человека передать им вместо денег телевизор. Пострадавший обратился в милицию. К слову, нарушители 44 и 45 лет до этого были неоднократно судимы и нигде не работали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. У 18 апреля в Гродницкой области произошло два пожара. Сообщение о первом возгорании поступило литским спасателям в 12.58. Горел жилой дом по улице Кленовой. В результате происшествия повреждено имущество в подвале жилища. Причина пожара устанавливается. Еще одно сообщение о пожаре в жилом доме, но уже в Ошмянском районе, пришло на пульт МЧС в половину десятого вечера. В результате повреждены кровля, перекрытия, стены и имущество. Причина пожара также устанавливается. В отношении предприимчивого жителя Березовки и Литского района возбуждено уголовное дело. 40-летний мужчина, работая водителем в медучреждении, присваивал бензин. В результате расследования выяснилось, что за пять месяцев работы он присвоил более 2,5 тысяч литров бензина. Заправлялся мужчина на АЗС, используя магнитную карту. Ущерб, причиненный Литской ЦРБ, оценивается более чем 4 300 белорусских рублей. В Гродно возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Накануне происшествия погибший распивал спиртные напитки с бывшим мужем хозяйки квартиры. Во время застолья между мужчинами началась ссора, причиной которой, по данным следствия, стала ревность. Словами перепалка не закончилась и завязалась драка. Один из мужчин несколько раз ударил соперника в голову и туловище, в результате чего 48-летний Гродненец скончался. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело, детали произошедшего будут устанавливаться в ходе проверки. 29-летний Гродненец разбил окно одного из кинотеатров областного центра. В районе 4 часов утра 10 апреля мужчина возвращался со дня рождения своего знакомого и находился при этом в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо одного из гродненских кинотеатров, он взял тротуарную плитку и несколько раз ударил по стеклу, в результате чего оно разбилось. Сообщение о происшествии поступило в Ленинске РУВД города Гродно. В результате разыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Во время дачи показаний подозреваемый не смог объяснить причины своих действий. Ранее проблем с законом он не имел. По факту происшествия в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Причиненный ущерб оценен в 226 белорусских рублей. На этом у меня все. В студии для вас работала Анна Соловей. Берегите себя для тех, кому вы дороги.